Еще раз всем привет! Мы возвращаемся на последнюю карту сегодняшнего игрового дня, матч Execration и Lil Gun. Мы с Форсом не до конца были уверены, что такое команда Execration, и коэффициенты от Winline нас немного удивили. Но первая карта расставила все на свои места. Execration проигрывают без каких-то шансов. Не увидели мы от них такую игру. Ну ладно, увидели. Последние 3-4 минуты они прям... Мне даже на секунду показалось, что может быть, может быть, сейчас получится эту одну казарму защищать, но после этого игра быстро закончилась. В общем, да, пока непонятно, как эта команда будет играть через месяц, например, на DPC лиге, в первом-то дивизионе. Учитывая, что команда Lil Gun играет во втором, это так, к слову. И мы видим, насколько разный уровень команд, хотя Execration играет в дивизионе сильнее. Угу. Ну вот сейчас они на второй, ну как бы на второй карте берут себе квапу такого достаточно сильного героя, но Lil Gun тоже, на самом деле, не отстают. И вот у них Spirit Breaker Templar уже. Тоже очень-очень хорошие персонажи. Появляется Earth Spirit. Тоже такой роумящий герой-четверка, но на нем, мне кажется, чуть-чуть попроще быть полезным в плане роума. Можно еще под него придумать какого-нибудь там Дарксира. Попытаться. Дарксир, да. Да, да. Ну Дарксир, кстати, и Lil Gun могут взять при желании у них Spirit Breaker, если они не хотят его на тройку, например, делать уже, потому что там Shadow Demon в пике. Ну, допустим. Но это, как бы, это не страшно. Если правильно играть, да, мы видели уже одну катку, где там Spirit Breaker, будучи там тройкой против Shadow Demon, очень долго не мог быть полезным. Но на самом деле, на самом деле, конечно, там далеко не в этом было дело. А во множестве еще других дополнительных факторов... Так, ну что, полторы минуты еще есть у Lil Gun основного времени подумать. Они в этот раз решили чуть более тщательно подойти к выбору персонажей. Забирают Огр Мага, который у них был на предыдущей карте. Ну, Огр плюс Темпларк хороший лайнап, и появляется Леший. Супер тоже классный выбор. А, ну это сегодня Нон Галактикас, да, MTG обыграли Лешираком? Было дело. Ну, возможно, стоит ответить каким-то героям, который против Леширака хорош. Потому что оставлять без контрпика героя, которого можно контрпикнуть, и от которого может построиться играть, на мой взгляд, довольно глупо. Но вот у тебя есть Spirit. Это четверка. Ты можешь под него взять рейндж героя на третью позицию. Например, Пугну. Пугна круто работает против Темпларки, круто работает против Леширака. Вот. Да, я понимаю, что тогда у тебя единственный такой фронтлайнер будет Air Spirit. И, наверное, на кэри тогда придется взять что-то, что пойдет вперед. Берут Разора. Я слышал где-то, что Темпларка против Разора — это не самый плохой герой. Где-то слышал. Вчера в аналитике Майнкаста. Да? Это тоже маг говорил там. Да. Окей, да. Ну, а тут бан у нас Дарксира, да, побоялись, что... Ну, как бы хардер нужен, экзекрэйшн хороший. Но вот они взяли Разора, то есть захотели... Ну, вот тоже вопрос. А зачем вот, ну, типа так брать Разора, если ты, как бы, ты видишь уже 100%, ты видишь сейфлейн. Темпларка, там, Огр, да, допустим. Зачем брать Разора при условии, что Разор этот еще и не так, и не особенно-то хорош против этой Темпларки? Он хорош против Спиритбрейкера на линии. Ну, наверное, отчасти хорош, но по игре этот Спиритбрейкер все равно свою работу выполняет. Ты на Разоре ему не сильно мешаешь. Всасываться в него ты вообще не хочешь. Как-то бить его ты тоже, ну, не сможешь особо, потому что он под бульдозом просто убежит. Ну вот. Они просто хотели Разора, боясь того, что его там забанят потом. Ну, просто сейчас вообще хардеров не останется. Нормальных, хороших, которых можно было бы взять под Эр Спирит. Сейчас вот минус Дарксир и еще минус какой-нибудь, не знаю, уж какой-нибудь там, какой-нибудь Вайпер там или там Бэтрайдер какой-нибудь забанится, который теоретически может как-то ситуацию исправить. Потому что в данный момент мне пик команды Экзекрэйшн, честно говоря, вообще не особо нравится. Да, я понимаю, что тут есть мета и Разор, тут есть метовая Квапа, тут вот и как бы Шедоу Демон против Спиритбрейкера. Ну вот, но что-то вот у меня такое. Хотя, кстати говоря, это может быть тройка Разор. Так-то, если подумать. Йорш на четвертую позицию, Разор в третью позицию и какого-то Кэрри, например, добрать под это все дело. Ну, мне кажется, Экзекрэйшн нужно чистить, вот нужно какого-то Кэрри Хускар им выкатить там, вот что-то такое сделать, потому что как-то они меня вообще разочаровали на первой карте. Я что-то в них вообще не верю. Теперь. Минус МК. Ну да, против Спиритбрейкера нормальный был бы выбор. Минус Манки Кинг, минус Дарк Виллоу. По САПам прошлись. Экзекрэйшн. Призадумались, призадумались, Лилган. Что им нужно? Четверку, да, какую-то под Спиритбрейкера взять? Угу. А можно вообще Лешрака сделать четверкой и мид добрать против Клопы? Ой, да ну. Не? Зачем? Мы же уже видели сегодня матчап с тобой Лешрак Клопа. Нормально стоит Лешрак. Да, я не спорю. Я пытаюсь найти какие-то варианты интересные. То есть как бы Лешрак свою линию против Разора может постоять хорошо, мне кажется. Ну, в смысле, или Лешрак тройка, Спиритбрейкер четверка. Ничего себе такое. Но в итоге это Пангальер. Спиритбрейкер четверка, значит? Скорее. А Пангальер тройка. Думаешь, что Пангальер... Ну, может быть. Ну, и так и так можно. И так и так. Пангальер типа от Разора хорошо уходит. Кстати, Клинк рвет. Короче, в этой игре, мне кажется, основной проблемой будет Лешрак. Вот такое вот у меня ощущение. И мне кажется, что экзекрэйшн стоит взять последнего героя таким... Ну, ладно. Нужен либо очень-очень крутой лайнер, чтобы прям очень хорошо отстоять сложную. Либо добрать такого кэри, если это не хардер, да, будет? Либо добрать такого кэри, который будет мешать Лешраку и мешать Тэмпларке. При этом одновременно появляется Шторм Спирит. То есть это Квапа тройка с Сирр Спиритом. Шторм Мид. Мы видели сегодня с тобой... Мы, по-моему, видели противостояние Лешрака и Шторм Спирита, а не Квапы и Лешрака. И Шторм Спирит там очень сильно, очень сильно пострадал. Очень сильно. Ну, Боб, кстати, хорошо. Так, а тут что у нас? 423 на Лешрака. А, ну да, все нормально. Все нормально. То есть Лешрак на Мид по итогу. Могу кэфчики тебе сказать, если тебя это интересует от наших партнеров Винлайн. 1.40 на Лилган, 2.80 на экзекрэйшн. Ну, хорошо, надежда на Боба, значит. Раз у нас Квапа не оказывается на миде. Ой, не знаю, Форс, не знаю. Я реально утюлюсь, как и в предыдущих двух матчах. Если он в первом, в крайней мере, точно здесь может вот аутсайдер в виде экзекрэйшн. Но экзекрэйшн прям особенный. Если у Ян Гон мы с тобой находили прям сильные стороны, мы находили с тобой сильных игроков, которые прям видно тащили. Ну ладно, более понятный Разор. Это не Ривер, на котором пришлось экспериментировать, чудить, покупать эту быструю линку и так далее. И у Аво есть шанс реабилитироваться после своего шейкера на Респирити. Надеюсь, он на нем хорошо играет. Очень-таки темповые пики получились. Что у одних, что у других. Лишь Раку мы, как помню, вообще много не нашли. Ладно, темп арки надо чуть пофармить. Это да. Лишь Раку фармить много не надо. Справа Рейзер БКБ накачать. Шторм там посмотрим. Особого смысла там в каком-то орке Динет. Кай Сэнш. БКБ. Для Пангольера игра относительно комфортная. Наконец-то. А то у нас что не игра? То Пангольера либо Блотикера душит, либо Гримстроук. А тут кайф. Либо даже Бэйн с Финцгрипом мешал. Тут и Бэйна нет. Цота. Так, заблочили со старта Лисочек. При этом Огры видели, что он тут шел блочить. Поэтому сейчас вот прям в ближайшие минуты можно все это сразу убрать. У Шторма. А, ну Шторма с Эн3 есть, если что. Вряд ли какая-то драка на рунах будет. Расперид может, конечно, вкатиться, но... Да, просто разменялись. Да, ну вот видите, на этой карте все-таки решили, ребята, стратусу изменить. Как раз Спирид Брейкера перетянуть на четверку. Просто потому, что уже сами Лил Ганас с этим Шадоу Демоном-то столкнулись. Когда Спирид Брейкер был тройкой. И даже Блэкинг Бар ситуацию-то никак не исправил. Очень больно. Очень больно, очень тяжело было. Бара Чукора, а тут... Получить пурш на четверке вообще не страшно. И Пангалер, как вы сами понимаете, будут качаться. Он вот, собственно, статиклинг годовенно разрывается. Я же говорю, когда была Метас Рейзером Мид, то Пангалера и Мид пикали в ответ. Контрели его. Да, я что-то такое помню, кажется, было. Если Крапы не было, то, пожалуйста, берешь Пангалера. Олежь Рак на легкой Тамбларковой миде. Да. Мы не забываем, что Сентити это мидер, игрок Лил Ган. И только в случае, когда появляется Бруда, тогда Сентити может поменять свою позицию. Потому что на Бруде играя 423 всегда. Угу. Так, а тут Эрспирит хочет пачку крипов выпулить. Странно, что он это делает так поздно, потому что Огр ему сейчас разобьет лицо. Так-то он... Ну ладно, не убьет. Эрспирит, конечно, плотноват. Да. Он же ничего не сделал, да, получается, крипов идут по линии дальше? Да. Он-то ничего не сделал, но... Ммм. Но, блин. Вот сейчас еще идет подвышку экспо отнимать. У Квапы. А Квапу очень жестко отзонивают здесь, врывает Сверспирит в Огра. Огру, честно говоря, абсолютно наплевать. Курьер так идет. Вот Куру подрежет, да. Курьер вообще пофиг. Ну да, какие-то крипов Квапа таки пропускает. Ой, нормально. Тут сентити ушел, мэлт, бобу зарядил. Руна воды. На центре пока все очень спокойно. Видимо, снизу будет сам экшен. Он и продолжается. Распирит в эрик нажал, стики нажал. Очень много хп себе восполнил, кстати. Билган, вот этого не ожидали. И уходит. Да, тяжелая линия сложная. У ребяты экзекрейшн. Очень тяжело стоять. Хороший фарм пока у Райзера. Да, он может быть урон не высасывает. Но при этом фангольер с вэшбаком уходит элементарно подальше для Райзера. Если что, есть вариант высасывать урон с книжки. Что, видимо, и начал делать просто Райзер. И... Да, все-таки фраг. Все-таки фраг там. И яд сработал. Этого всего хватило, чтобы сделать ФБ. 1-0. Польза команды экзекрейшн. На центре очень жесткий был размен. Сентити остается практически без хп. Но появляется аэрофракшн. Да и стики и фэрик в запасе были. У Боба есть ботал уже, как и у Сентити. И сейчас можно пробузить, проконтролить руну баунти. Ну, короче, нормально. Восстановиться. Так, барч. Барч пошел у нас ставить... Барда или что, что он тут пришел на мид? Стоит пока. Ага, прочекал, есть и вижен. Снова размен в центре очень опасный. Прилетает сюда эрспирит. Но это не обуз ботла. Просто пришел помочь за контроль труны. Пангольера тем временем убивают прямо в лесу. Тут размер был до последнего. И вполне вероятный пангольер мог сделать фраг. Немного ему не хватило. 2-0. Очень хорошее начало у экзекрейшн. Я вот так скажу. Боб нагло идет. Скритбрейкер без чарджа. Если сейчас прокнул баш, то, может быть, и были бы варианты как-то Боба убить. Снизу атакует Хминопейн. Есть блинкаут, есть тики. И вроде как ничего не угрожает. Хминоп будет жить. Разгон на Боба очередной. Пока нет уровня 6. Пытается его подловить. Удар с Мэл, да? Но рефракшена не было. Но чуть-чуть Книжка не дождался. Получится ли добить Боба по итогу? Боб вызывает. Сдает удар. Сентити ловит орехи. Рефракшен заканчивается. Два поезда нависит. Но ничего делать больше сентити не будут. Клопу добивают со второго или уже с третьего захода. Слишком долго она стояла здесь одна. Праг для эйса. Получается. Не получается. Не получается прям совсем. Этампларка в миде хорошо себя чувствует. Ну в принципе шторм не отстает. Тоже качается тут. Ничего себе. А утрозорчик что-то в топе плохо. Что-то я погляжу. Ну как? Ему только сейчас стало плохо. До этого он относительно неплохо держался. Пангольер остался в живых. Непонятно. Надо было сфидить. Сейчас будет 0 хп. 0 маны. Так что за чарж. На шторма. Ну у шторма будет соло инк. Если что он его задоржет. Ну да. И пролететь сквозь Т2 незамеченным. Уж явно не получится. Кушат сентити мид. Глиф нажимает шторм. Ну или его союзник. Телега пока побьет. Пару ударов сделает. Да там Пларка быстро съедает крипов. Шторму нужно срочно лететь в мид. Ну и Тэпларка еще успевает проконтролить пауэрап иллюзии. Боб нагло забирает с подноса сентити. Взрывает ловушку. Погоня за... Ну Боб вообще без мана остался. Он конечно так летел нагло. Естел ринг. Врыв в иллюзию. Это даже сыграло скорее на руку Бобу. Ходит. Есть фэшбакл от 11. Три героя оказываются в миде. Но Боб сам себя убил. То есть тут нельзя объединить, что там тиммейты пришли к Тэпларке. Он сам на фуллману тут летал. Очевидно вообще не хватало урона. Весь урон свой рефакшн выдал. И теперь точный мид под угрозой. Исчезновение. Еще один телепорт. Приходит сюда Клопа. Давит шеду демона. По Т2 ребята очень грамотно не лезут. Понимая чем это может закончиться. Снизу остается отдельный шрак. Ну то есть в фуру вроде Клопа пришла дефить. А получается, что она оставляет мисс под телегой и под лешраком с диаболиками. То есть тоже вроде не вариант. Надо две линии одновременно защищать. Потому что и там, и там жесткий пуш. Ну я не думаю, что вышки так прям быстро попадают. Но да, на 10 минуте, наверное, проблемки-то могут возникнуть. Клопа. Клопа прям прыгает под станы. Ее пытается засейвить урспирит и умирает. Ну да, игра, честно говоря, полна абсурда, если честно. Еще один чардж. В этот раз нашеду демона в миде. Он под замедлением от ловушки. Успевает, кстати, с реагировать, нажать дизрапшем. Но с очередной замедлением. Хотя шторм прилетел. Шторм ресурсов вот раз много. Ловушка еще одна взрывается. И что тут демона она добьет. Но убили там парку. Фридбрекер под бульдозом. Чардж, через секунду стики чарджа. Можно отсюда лететь в любую точку. Да, прикольно. На миде веселуха, конечно, не останавливается уже на протяжении 3 или даже 4 минут. У пангалира появился ультимейт. Разгон при этом на боба. Я бы скорее руну просто проконтролил бы. Да, мишка это делает, забирает руну. И под бульдозом уйдет. Изи. Атака на Огра. Появился Соник Вейф. Нет, не на Огра атака, но Лишрака. Лишрак. Лишрак, видимо, не оценил, что там Соник Вейф может быть. Мол, вы... Был шанс у него просто бежать вниз, но он решил за Огра прям ступиться. 5-5 становится счет. Убивают кэри. Команда Лилгана. Да, и мы видим, что между Лишраком и Квенов Пейн разница уже совсем небольшая. На центре только наблюдается небольшой перевес в сторону Сэнктити. Братрум чаржится. Опять. Ну, в этот раз, наверное, Спирита. Ммм, Квапы Соника нет. Нет, да, тут на самом деле защищаться будет очень трудно, если Лилган захотят поднасесть на соперника. Шторм забирает стаки, ждет чего-то... Нет, ничего не ждет, просто летит на маленький кэмп. Его забирает и летит на базу. Восстанавливайте ресурсы. Атака наделана. Окей. Книжка решила даже не пытаться. Элевен. Отклинг под утиммейтом еле-еле укатывается этот шарик. Снизу там тоже готовится. Атака, будто Угр так очень глубоко бегает. Боб. Рэйп на санкции. Жесть, просто экшен на всей карте происходит. Боб решил ворваться с фонтана. Учитывая, что реген был, но в итоге без хп почти остается. Да, врыв смешной. Получился невидимый снизу. Контролит ЕС. Контролит под шторма. Бэрис Тринкет. Прекрасный слот для лишрока. Да, для шторма, лишрока прям карна. Тут повезло, пока Лилганом. И смок за под спину. Лишрока Огра. Супер проблемы. Из чхп всего лишь у лишрока. 20-ка. Шторм полетел. Огра может быть, как и фарбас успеет нажать Боба. И теперь у Боба проблемы. Соник Вейв. Стар все равно лишрак успел выписать. Да, хорошо, что Соник Вейв отказался под рукой. Можем попытаться заданить. Не получилось. Пурс сработал раньше. Минус Солид Рак вразмен на Queen of Pain. А Боб-то еще остается. Смотри, нападает на Огра, на котором висела 4 стака яда. Они прокают. И в конце концов Огра забирают. На более-менее удачный размен получился. Даже... Так, Боб все-таки. Все-таки уходит. Как там в тупе дела? Вышка падает. Квопа ее динает. Квопа под чаржем. Сейчас накажем. Как ее прям хотят, да. Блинк только первый. Только с театрой Лентандеру вернутся, но баш. Еще, Лентандер. Ну так на грани было. Очень долго живет. Патоносилу. Месть на книжку. Fireblast. Шторм. Ман и много. Успеет ли уйти? Свэш Бакл Боб ловит полностью. Работает Ignite. Ман и 0. И Боба убивает. А лавна ночью во время отступает. Тысяча. Залил ган. Перевеса. Но на этой карте... Хотя у Рейзера что на Вивере, что на Рейзере тут хороший фарм. Просто на Рейзере понятно, как в игру вступить, на каком этапе. Ждем БКБ. Да, или Шарак Худ и Шараут. Все, как мы заказывали в начале этого игрового дня. Класс. Ого. Книжка в соло поле. Но он не знает, что тут столько героев на самом теле. Хотя не знает, знает. Вижен-то есть. И демона. Телепортируется вниз и Пангольер. Ну, есть Роллин Тандер. Спирит Брейкер. Есть Ультимейт. С другой стороны, рядом с Эду Демон. Он вынужден телепорт отменить. Ну, дезрабшим бы тоже, наверное, уже не помешало бы куда-то отдать. Надо сейчас подтаймить, если П катится. Да, подтаймить. Но не совсем получилось. Все равно там урон прошел. И Рейзер умирает. Магнитайз от Распирита. Магнитайз хорош. Но больше урона никто не вольет. Два убийства. Получилось делать Лилганом. И можно запушить. Наконец-то бот. Забрать последнюю башню Т1. Лилганом уже 2000 перевеса. А Рейзеру, конечно, вот так вот не стоит умирать. Да немножко до БКБ остается. Сейчас он еще не готов к дракам. Видим, один пангольер в соло. Че делает. А предметы нужно добрать базовые на Розоре. Иначе никак без БКБ не поиграешь. Желательно вообще, наверное, даже в драке ни в какие не вступать. В принципе-то и без Розора есть чем поиграть. Так, если посмотреть. У Квапы Соник, например, заряжен. А, опять у Розора проблемы. Он тут что-то сбежит. Содин. Но тут же могут развернуться просто в него. Не боится он? Вроде не боится. Распирит вкатывается. Темпларка дает ему сдачу очень жестко. У темпларки появляется Блинг. И она под рефракшеном. Да. Повезло. Что рефракшен остался в тот момент? Еще один чардж. Стараются играть максимально нагло и агрессивно. Лилган. Ну, что-то цепанули. И стать вряд ли отпустят. Дезерстрайк. Подгалер там как раз смотрю. Распирит и убил еще. Очень много смертей. Хотя очень много что-то. Ну, а что? Что на шейкере что-то распирите пока геймплей-то. Беситажно, просто посмотрите. Ну, короче. Прямо четверка. Правильно форза. Это не пятерка. Четверка спирит. Это четверка спирит, которая что-то уже вторую игру подряд особо вообще ничего не делает. Что-то? Позит. Важный закройшен не пройдет этот игрок. Если в холодильнике. Это как-то прям очень плохо. Атака на Лесарак. Лесарак. Да, да. Он в крипов целился, да? Это случайно совершенно получилось. Может быть, да. И почти сжигает Боба, но все-таки Sonic Wave и там Нож 4 они делают свое дело или Шрак пока что. Он, кстати говоря, худ не активен. Или он, наверное, просто на базе появился посмертно. Если бы у него был бы худ, он бы еще там выжил, мне кажется. Может, еще и убил бы кого-нибудь. Так, что-то мы там сделали. Пларочки. Блинк. Драгон Ленс. Ну, вот он, Дезолятор. Там уже и Крошана можно переходить. Ну, естественно, с таким драфтом тут сами понимаете. Лео Ганна настолько быстро могут сносить все. Сейчас мы будем чувствовать, насколько проблема, когда у тебя нет четверки. Вот за крейшем ее нет. У них две такие пятерки. Распирит сейчас будет очень легкая мишень для убийства. Рейзер БКБ. Квин оф Пейн тоже. Скоро будет Блэкинг Бар. Шторм докупает тебе Сенш. Рошана решили забирать. Ребята уже. Похоже. Что-то они, по крайней мере, в районе этого Рошана находятся. Заметили передвижение демона. Демон тут пытается убрать весь возможный вижен. И Сенкти переключается на Рошана. Ну да, диаболики. Темпларка с двойным мэлдом. Все-таки атака происходит. Огр. Очень глубоко пошел на Рейзера разгон. Спиридбрейкер останавливается. Но Огр тут сам себя убил. Не стоило так лезть, конечно. Еще и книжка подставляется. Фурш на книжку. Телепорт. Не факт, что на базе выживет. Окей. Тут уже... Хотя... Слушай, ты стыки нажал. Ну окей, убьют. Клопа прыгает опасно. Рейзер нажимает БКБ. Всасываются в Сенкти. Сенкти сера фракшн уже не поможет. С ДД воевать тяжело. Урон почти закончился. И Темпларк умирает. Трифт-два. Неплохо. Это не конец еще. Тину прыгает. Сониквэевым остается. Блик. А Блик-то первый до сих пор. Вот это Киквэ. То есть, что-то у страйки 4 это классно. Но Блик в один. Горейство продержит в живых. Хотя Пангалер за ним наверняка погонится дальше. Угадает? И прыжок. Ах. Чуть-чуть не хватило. Демона убили. КВП реально там один удар. Реально один удар. Вот Кора. Ух. Ну окей. Тяжело. Против Рейзера-то оказалось. Рейзер впервые показал себе. И весьма результативно. Чего правда не скажешь пока о тиммейтах. Там шторм. Да. Один стан ловит. Мы видим. Очень тяжело. Ну окей-то. Все еще я хочу. Так, ну да, мы ждем, конечно же, рефрешера от Рейзера, понятное дело, в будущем. Ну, как-то да, эта катка, хоть у Котер Спирит прям совсем ничего не делает, как и на Шейкере предыдущую игру, но как-то она чуть пободрее идет, по крайней мере, вся карта не отдана, знаешь, есть какие-то точки, где Дайр могут нормально подраться. Так, не все там супер гладко у темпларки, не все супер гладко у Лешрака тоже, там, три смерти у Лешего, там, две у темпларки. На преимущество перестало расти, 4000 остановилось, оно немножко до Дезолятора у темпларки ставится. Рошана пока оставили, Лилган вообще в покое. Пангалья Рью, нормально. О, мантия, мантия, кстати, для Лешрака, наверное. Две брони не так решают. Опа, темпларк, смотря, отдыхает. Дарс Мелда, прыжок, и фраг есть. Главное, вовремя отсюда сейчас уйти, на, что и делает темпларк, улетает прямо на Т1, где уже безопасно. И Дезолятор готов. Ну все, в принципе, в ближайшее время можно снова пойти на Рошана, просто нагло зайти в него. Расперица очень медленно слоты появляется, то Веселы вообще еще непонятно, сколько ждать. Только, наверное, при удачной драке, чтобы получится АВО забрать. Шэдоу Демон, Линза, 10 уровень. У Шторма намечается Блэкинг Бар. Но Купа, мы помним, БКБ уже всю игру фармит. Вернулись. На Рошана под Дезолятором. Все логично. Смолк нажимают, но учитывая, насколько быстро Рошан падает, не факт, что ребята успеют подойти, даже зная, что Рошан там уже падает. Смотрите. Тысяча хп у Рошана остается. Расперица. Хорошие тайминги. Закатился. Рошан уже для экзекрэйшн. Аегис заберите. Ну, парни. Почему? Кто не забирает Аегис? С ума сойти. Соник Вейв стирает темпларку. И вот он, Або. Этот товарищ, на которого мы говорили столько. Он сейчас реально переворачивает эту карту. Посмотрим, что будет дальше. Пока две смерти у Лилган. Пайбэк от Огростана. Лешрака по троим. Лешрак идет. Просто душит всех. Вот это дает. Та парнишка. Троих игроков Лешраком застанет. Но это нам нужно прямо умудриться. Да, это жестко. И только благодаря этому, по сути, тут Резиент развернулись. И похоже, что Разору убьют дважды. Он бы... Даже на самом деле, если бы было бы БКБ телепортации, он бы все равно, скорее всего, получил бы какой-нибудь баш от Баратрума. И съехал бы. На базу. Ну, Лешрак выковыривает, скажем так, этот момент просто. Из ямы. Потому что было очень плохо все. Могли полностью камбэкнуть Дайр, если бы хорошо подрались здесь, в конце концов. Но 423 показал, что не только на Бруде умеет играть. Сразу же экзекретшем после этой драки нажимают смолк. Даже не дожидаясь Рейзера, что-то еще любопытнее. Магнетайз есть. Пурш есть. Даже без хлопы. То есть ребята просто втроем пошли в лес. Ну да, если какую-то еще соло-цель найдут, они-то убьют. Понятно. Ближайшая цель от этого парка, но и она уже уходит очень глубоко в лес. Готовы ли туда идти, не знаю. Да. Опоздали. Опоздали немножко. Никого Боб не видит с командой. Снизу. Что-то заиграли здесь немного экзекретшем. Приходит Пангольер. Шторм. Полетели на Темпларку. Темпларка одна против троих. Скоро подойдет Спирит Брейкер. Санктитиры. Фракцина нет еще 2 секунды. И убили. Убили. Классно. Левон ворвался в Рейзера. Он нажимает БКБ и продолжает с этого царика высасывать урон. И Левон все же укатывается. Естественно. Но потеряли Темпларку. Темпларке прям жутко не хватает БКБ. Чувствуется. Тут нажала бы она БКБ. Она еще там полкоманды бы убила сама. А так конечно элементарно же 2 страйк не дает нормально играть. Ну да. Надо Темпларке подсобраться. Вообще против Розора довольно хорошо смотрятся всякого рода там лентген сферы. Даже можно несколько купить. На Панголере например. И там самой Темпларке. Как вариант. Будет получше. Получше, попроще. Ну тоже да. Вроде бы 24 минута. Все равно у Лилган все слишком хорошо, чтобы как-то надеяться на камбэк от Дайер. Ну ладно. Тут вот у Шторма сейчас БКБ будет. Что это правда ему даст? Что он задоджит урон от Лишрака. Что он задоджит станы. Дальяр перестанет душить. Ну да. Ну явно лучше чем без БКБ конечно. Но все равно какой-то рандомный ульт спирит брейкера можно словить. И это может привести к печальным последствиям. Да и снова затишье. А Игиса нет. Плохо дофармливает БКБ себе спокойно. Лишрак дополняет свой билд броней. Упивши его. Я думаю сейчас Дорошана вообще экшена почти не будет. Как минимум Лилгану особо нет смысла торопиться. А вот Экзекрэйшн то может быть сейчас вот с Рафрэшером Рейзера, который к нему летит. Смачок бы нажать. И пойти уже постараться сейчас супер подраться. Камбэкнуть. Снизу например спирит брейкера видно сейчас. Шадоудемрус Пуржим может выйти. Книж как будто чувствует опасность. Не уходит в лес. Просто по линии аккуратненько идет. По самой безопасной территории. Рафрэш доехал. 18 уровень. Третий ультимейт. Ну прям красота. У Боба руна ДД. Лилган. Ну скорее фейкуют. Подходя к базе. Не собираются они тут ничего пушить. Заставляют просто телепортов нажать по максимуму. Третий ультимейт. Третий ультимейт. Но сейчас должно быть как-то вот попроще, да, они нажимают смоук, бегут, бегут пока и встречают, похоже, что и Левена только. Успеет, он как-то отреагировать, в шторм влетает, БКБ нажимает, ой-ой-ой, а там еще иул есть. Ну и он без маны, а как он драться в шторм? Не знаю, Левен, драться в шторм не может, дизрапшен есть, но какие дальние шауты, пока неизвестно. Левен пытается, Левен до конца катается, Боб нажимает просто форинг-стики и пытается уйти на базу, в порядке больше места, широка убивают, ну слушай, форс, а нормально уже получилось, да, что шторм-то ушел. Тампларка вообще не была в драке, если что, подожди, 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 приходит, да, приходит в драку и все становится немножечко иначе. Прыгает дальше санкфити за Тино и чарж продолжается минус Тино, у шторм-спирита, да, огромные проблемы, потому что он врывается, здесь санкфити из последних сил живет, как-то может шедоу-демон хоть заберет, а вот и... Санкфити свои нажал, БКБ нажал, репрессер нажал, два ульта нажал и все, и темпларк такая, ну окей, теперь я прихожу. Ну вот, и это просто тимвайп для Дайр. Санкфити заходит и ломает. Ломает Т3, тут жмется, конечно, Глиф, понятное дело. Минус три казармы остаются, при этом 13 тысяч за команда Лилган теперь. Ну, тяжело, тяжело. Еще Лешрак, представим, послешивый вдруг тоже решит БКБ купить, чтобы избавить себя от магического урона, там, от того же ЕС, от той же Клаппу и Скрим и Шедоустрайки. Ну, а сейчас Лешрак подбавил себе брони, и Флэтмейл уже есть. Туника. Для Рейзера похоже. 20 секунд до Рошана остается всего лишь. Да, Спирит Брейкер, конечно. Какой это вам Сафур. Смотрите на эти предметы. Пуш. Или форт. В надежде, что есть хоть микро-шансы, шансы нет вообще. Минус Спирит Брейкер, и Рошан появился, кстати. Ну, не то, что супер тайминги, но было бы классно спойтись. Они вообще не были части карты. Они, кажется, начинают понимать, да, что вообще происходит, но Рошан очень быстро падает. Под Бладластом бьют. Герои команды Лилган бодро. Да, забирает Санктити. Все, все себе забирает, и... Ну, варвались на Пангольера. Он, может быть, успеет что-то нажать. Он успевает нажать Троллин Тандер, но Рейзер с ультимейтом не отпускает. Погоня продолжается. Рейзер нас остал 174 единицы урона. Темпларк обрывается в этого Рейзера. Рейзер нажимает статиклинк после рефреша. Мгновенный блинкаут! Очень круто Санктити под рефракшеном. Мгновенно разрывает статиклинк. Рейзер больше драться здесь не может. Понимая, что, может быть, и у него урон есть, но у Темпларк его еще больше. Тино под БКБ отступает, и все. Хотя бы как-то протрейдились, если честно. Слушай, еще статиклинк Темпларк вгрызается, несколько тычек, но не хватает урона. Разор такой бронированный персонаж. Плюс у него еще там туника есть, которая 16% эвейжена дала. Может, там что-то мяснуло, я не особо обратил внимания. Огр-рыб на Рейзера. БКБ у него нет, зато есть Disruption. Не хотят, не хотят дальше идти. Хотя могли. Темпларка тут могла запросто врываться. Не хотят давать даже надежду экзакрэйшен на какой-то потенциальный камбэк. На Лешраку наконец-то доезжает Шива, Секрет Шопа. Шива, Блинк и Шрауд с Энш Кая. Ну, статовый уже Лешрак, конечно. Не, ну опять же, под Пуржом если нападут, Шторм и Рейзер, они втроем все равно его убить не почувствуют. Так, кстати, с Аегисом аккуратненько пушат. Это последняя внешняя башня будет в экзакрэйшен. Да, и под Блабластом Варк это уничтожает все очень быстро. Ну, вообще, учитывая преимущество в 15 тысяч команда Лилган, сейчас столкнует топ. Три линии будут пропушены и, наверное, с этим Аегисом можно пытаться даже закончить. Не знаю, мне кажется, они побоятся против Разора идти с рефрешером на ХГ и пытаться как-то заканчивать эту игру. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Разор. Разор, который хочет Линку по понятным причинам. Хочет Линку, но не знаю, успеет ли он ее вообще дофармить. Спиритбрекер, кстати, почти дофармит. Спиритбрекер вообще не знает, откуда он столько денег набрал. Мастер Стаддинг Рип. Это все-таки сяпик. Даже у Квинов Пейн уже меньше. Хотя, вспоминая Квинов Пейн, она очень много делала в игре. Очень много ситуаций спасала, убивала своим Соник Вэйвом. Да, но, наверное, эта карта такая самая получилась, несмотря на огромное количество фрагов, она такая максимально нединамичная. В отличие от того, что мы видели вот на протяжении предыдущих пяти часов. Что-то так задумался. Ну, потому что одна команда держит карту под контролем, и к закрещену уже вот 15 минут пытаются бороться с переменным успехом. Минута 25, и Аегис пропадет. Неужели даже не попробуют ребята зайти и немножко, не знаю, развести на какие-то кнопки? Квапа. Квапу нашли. Да, Огород понимает, что надо дождаться, пока сюда подойдет и Пангольер, и Темпларка, и Квапу убить. Квапа уже решила, что дело в шляпе, не тут-то было. Разгаран Спиритбрейкер ставит точку в этом игровом моменте. Квапа с байбэком, Темпларка с Аегисом еще 55 секунд. Время есть. Ну, хотя бы байбэк выбить. Ну, хоть что-то, хоть что-то сделать. Хотя бы что-то сделать. Ну, можно, можно, согласен. И, сам, начинает рубить, шторм его... Ну, ребят, там Аегис. Все скиллы нажали. БКБ, рефрешер, Квапа вкупается. Так, ну ладно, может что-то получится. Эр Спирит врывается по таймингу прямо по БКБ, но все-таки БКБ шмется. Рефракшн работает, Темпларка разворачивается бить, но Курш не дает ей выйти. Нормально. Тут пытается в игру вступить Лешрак, и, кажется, ему тут тоже должны сейчас накидать нормально. Но нет, он успевает сжечь шторма, пытается отступить. Шторм врывается с байбэка. И... Ну, да, тут отбиваются Дайр, но какой ценой? Ценой двух ваев. Вот еще бы кого-то бы они дозабрали здесь. Ну, где мы сейчас просто заберут, Бангольер врывается, Квапа прыгает, шторм притягивает. Ахи, стой, стой, нажать? Нет. Ну, типа, отбились, что? Или нет? Два САПа просто пытаются... Ну, какие САПы? Спиридбрейкер Нетворс, извини, 14к, 700. Четвертая позиция Форс, здрасте. Ну, да, ну, как бы, номинаю все равно, соход. Ну, жестко же. Ну, преимущество, да, 19к уже, конечно. Ну, что там? Вот, как бы, у Верспирита 6,5 тысяч, а у Спиридбрейкера 15. Ну, как бы, несерьезно. Короче, больше, чем у Пангольера даже, который номинально был тройкой. Фактически. О, Саша забудет, как говорится, вардует. Убивай, девар, забрай. Спирид тоже решил, видимо, подфигить прилететь. Красавчик. А что, пары, пацаны, брат, вам под блатластом. Не видели никогда? Гост спасает. Огра убивает. Тут вела, он стоят. Можно от них, что-то, налогать. Забавно, что Спиридбрейкер до сих пор бегает с плеткой. Ну, что там, есть, что-то еще? Ну, я не знаю. А чего нет, что-то предлагает. А неужели какой-нибудь Dragon Skill хуже? Нормор. Ну, ускорение передвижения на 18%. Ну, да, но он его в чарже не может нажать. Ну, да, тоже правда. Так что? Такая себе помощь. Эта плетка, она прикольная, что она хп-монореген дает. Вот поначалу ее приятно носить на Спиридбрейкере, потом. Мне кажется, она поинтереснее будет. Нашли шедоу демны, его убивают. Тоже такая, кстати, забавная страдка, да, что... Теперь Брейкер больно. Выживет. Выживает. Забавная страдка, что запорты показываются на ловушках, появляется вижн, и тут, короче, Баратрумчик начинает фигачить, да? Да, а ты, вроде, даже не думаешь, что ты не выходишь никуда, ты реально в сейве стоишь возле своей базы, и тут очень знаем, что, вроде как, никто тебя не увидит. Падает мид. Ну, в ПМ все еще без базы, Шторм съедает крипов. Новая пачка... На новую пачку далеко. Да, Шторм эту игру прям пытается затянуть максимально. Мы все-таки видим, что тот же Рейзер, он все еще держится неплохо на уровне по Нетворсу. Он третий. Шторм просеял, но за счет прекрасного булллайкинга можно съедать две линии мгновенно. Таймлс релик выпадает. Шикарный слот для лешрака, просто шикарный. Агани ему хочет купить себе лешрак, я правильно понимаю, Форс? Ну, вообще... Похоже... Вообще, он не сочетается с темпларкой прям вообще никак. Ну, да, это не очень крутое приобретение. Ну, может, он его будет нажимать тогда, когда темпларка не способна бить, знаешь? Вот Агарим шарк лешрака классный предмет. Тут странно, что его игноришь. В таком этапе игры. Это... Это... Согласен. Аня вот этот нигилизм? Ну, он реально иногда суперруин. Когда у тебя герой чистый из ДПС выдает. Ну, посмотрим. Так-то понятно, что лешрак, может быть, рассчитываю, что он в соло сейчас перебивает. И... И, может быть, он прав. Учитывая, что там блокимбар уже не такие сильные, он и в соло может под нигилизмом, под ультимейтом всех убить. Редкий просто слот, в целом, в очередь. Да, я с тобой абсолютно согласен. Брэйк как раз нигилизм не нажали. Шрауд. Пока бета нет. Пока бета нет. Нигилизм нажал. Кстати, Кринг. Спирит Весел душит все равно. Ну... Я что могу сказать? Я могу купить, наверное, и кайповать сейчас. Да, как бы... Вот есть какие-то вроде более-менее удачные моменты. То есть как-то вот на второй карте Ируца, Экзекрейшн, но они настолько... Они настолько сильно провалили начало. Они опять настолько много отдали карты, что... Вот вроде вырываются, убивают лешрака, да? 20 тысяч нутворца во вражеской тиме. Ну, нормально же, да? Прям быстро убили. Ну, остальные герои просто капец. Баратрум 20к нутворца. Там какой-то пангольер 17 тысяч. Саппорты просто сверхбогатые. Вот что с ними-то делать? Ладно, там лешрака-то забрал. С остальными реально вообще непонятно, как общаться. Потому что обычно-то мы в таких равных играх что наблюдаем? Богатые коры и чуть-чуть более-менее бедные саппорты, да? А тут... А тут все богатые. И в итоге ты вроде бы фокусишь лешрака. Вроде бы он как, ну, типа кэри здесь в этой игре на сейфлейне стоял. А толку? Там уже как бы спиритбрекер может под Влад Ластом чуть-чуть не в соло раскидать там половину команды. Ну и такая, да, завершающая на фонтане порка. Которая должна завершиться сейчас надписью ГГВП. Прямо что-то в фонтанах щели. Рэмпэдж для Санкстити. Ну, заслуженный, заслуженный рэмпэдж. Санкстити хорошо сыграл эту карту. И просто в трон. Может быть, просто уже ГГ написать, парни? Как вам идея? Ну, может они там, ну, не пишут они, какая разница? Может они уже сняли наушники, знаешь, там. Кто-то уже табнулся, там, серию аниме поставил, там, чтобы опенинг пока прошел, так сказать. Ну, в действительности, да. Ну, не знаю, лично мне казалось, что Execration не настолько прям плохи, а они вообще прям что-то вообще не здесь. Да, сегодня такой день получился очень странный. Первые два матча удивили Янгон-Джи, но Execration... Мы не знали, что они себе представляют. Мы видим, что у них тут три замены. И, наверное, тест неудачный. Наверное, в следующей игре мы Execration. Они, кстати, играют уже завтра, утром. И, притом, Форрес против Т1. Ох, чувствую, там будут наказания прям максимальные для Execration. Ну, посмотрим. Наверное, какие-то изменения в составе уже будут, будут, ребята, что-то тестить. Завтра Т1 Execration. Мотивейт Раст Лилган и Полярис Янгон-Джи. Такие три матча, начиная с 12.00 по Москве. БТС про сериас будут идти почти каждый день и с небольшими перерывами на выходные. И будние дни вы всегда знаете, где нас смотреть днем и уже вот ближе к вечеру. На сегодня все. Продолжение на каналах VinLine D2CL. Сегодня плей-офф D2CL Force. Сегодня HRV Gaming. Не Мига, не Na'Vi. Так что хорошие игры. И вы знаете, где смотреть доту. Д2CL будут идти уже в плоти. А потом я еще буду стримить. О, ну, для гурманов доты, естественно. Да, для гурманов контента. Я там стреканул вчера на минус 300 ммр. Так же. Ладно, это все шутки, конечно. Приходите на минлайн нижнее подчеркивание D2CL. Там сегодня хорошие катки. Вот, мы с Лексом с вами прощаемся. И увидимся с вами чуть-чуть попозже. Всем хорошего вечера. Всем пока.